Всем привет! Вот у нас ноябрь и новый период в жизни для беженцев из Украины. В этом видео мы разберемся с вами с главными изменениями для беженцев в Ирландии, а также что говорят о закрытии приема беженцев в Ирландии, которое так привлекает украинцев хорошей финансовой помощью и поддержкой. В ноябре беженцев ждут очень серьезные изменения. И тех, кто уже находится в Ирландии, и особенно тех, кто только хочет поехать в Ирландию для спасения от войны. Но прежде чем перейти к теме, попрошу вас, пожалуйста, в комментариях написать свое мнение или отзыв. Устраивают ли вас условия, которые Ирландия предоставляет беженцам? И как вы относитесь к таким изменениям в Ирландии с новыми условиями приема беженцев? А теперь подписывайтесь на канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео, и давайте к делу! Итак, теперь украинским беженцам в Ирландии будут предоставлять только жилье, а питание и повседневные расходы они должны будут оплачивать из своих социальных выплат. К такому решению пришло правительство страны в конце октября. Но кроме этих сокращений, в Ирландии есть просто огромная проблема с жильем, которая не раз уже обсуждалась. С февраля в Ирландию прибыли 56 тысяч беженцев из Украины. Тысячи детей учатся в школах, а более 10 тысяч украинцев уже работают. К осени в стране назрел кризис доступного жилья из-за нарастающего числа беженцев. Сейчас правительство ищет способы ускорить переселение украинских беженцев из гостиниц в более постоянное жилье. Некоторые украинцы не соглашаются переселяться из городов, где они уже успели интегрироваться, найти работу, отдать детей в школы. Поэтому предлагается, что в будущем бесплатное проживание в отелях не будет включать питание, чтобы люди из-за него не отказывались от альтернативного жилья. Министры обсуждают план, чтобы предлагать беженцам только один вариант подходящего жилья. После отказа от него других мест предлагать не будут. Поэтому правительство по поводу приема беженцев согласовало некоторые меры. Чтобы поощрить ирландские семьи принимать украинских беженцев, выплаты им увеличат в два раза с 400 до 800 евро. Эту сумму будут выплачивать с 1 декабря. Также будут приняты дополнительные меры. Создание общественного фонда на 50 миллионов евро для помощи беженцам на местах. Расширение программы быстрого строительства и ремонта жилых помещений. Максимальное увеличение количества доступных мест за счет размещения в общежитиях. Новый поиск свободных домов. Такие шаги являются признанием того, что война в Украине может затянуться до 2023 года. Правительство оценило будущее потребности в жилье в связи с большим числом беженцев. И речь идет также о создании больших лагерей, в том числе с модульными домиками. Также представитель партии Шин Фейн по жилищным вопросам Эоин О. Броин сообщил, что у Ирландии есть возможность удовлетворить потребности прибывающих беженцев, но не хватает государственной координации в решении этого вопроса. По всей стране есть 60 тысяч свободных домов для отдыха, сказал Эоин О. Броин. Но именно на текущий момент времени Ирландия не может обеспечить беженцев первичным жильем, потому что центр приема беженцев City West в Дублине закрыт. Об этом даже есть видеообращение посла Украины в Ирландии Ларисы Геральска. Она сказала, что украинцам нужно быть готовым ко всему, и что если у них нет на руках денег для того, чтобы снять себе жилье на первое время, то они могут оказаться просто под открытым небом на улице. Но официально Ирландия не закрывала прием беженцев из Украины. Она все так же принимает украинцев и предоставляет им статус временной защиты, финансовую помощь, медицину, образование и даже курсы изучения языка со стипендией в дополнение к основному пособию, а также право на работу. Просто именно на данный момент времени Ирландия не может обеспечить первичным размещением беженцев, которые только прибывают в Ирландию. Поэтому если украинцы собираются только ехать в Ирландию, им нужно просто заранее позаботиться о том первом размещении с жильем, где они будут жить в первое время. То есть, например, снять квартиру или что-то арендовать, либо какой-то отель. Только учтите, что цены такие как бы не совсем доступные для украинцев. Либо заранее поискать знакомых, которые уже находятся в Ирландии и смогут приютить вас на первое время. Либо же сразу искать какую-то принимающую семью, которая сможет разместить беженцев у себя дома. На этом все. Если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно пишите их в комментариях под этим видео. Либо же пишите в комментариях полезную и интересную информацию, которая может пригодиться всем. Подписывайтесь на канал. Кнопочка подписаться внизу под этим видео. Благодарю всех за внимание и за просмотр. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok